Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Зелёный остров» и я, её ведущий, Александр Сидельников. На Южный Урал пришло бабье лето. Стоит потрясающая погода. Тепло днём, тепло ночью. В выходные прошли дождики. Ну, конечно, эти дождики многих расстроили. Многие планировали уборку корнеплодов, картофеля. Но я думаю, что предстоящая неделя будет тёплая, она будет сравнительно сухая. Всё мы уберём, всё у нас будет просто великолепно. Кстати, синоптики обещают, что бабье лето будет не очень продолжительное. Ну, вот начало этой недели будет днём до 25-26 градусов, ночью 15 градусов. Мы летом не всегда ночью 15 градусов имеем. Но уже к концу недели станет несколько прохладнее. В общем-то, дневные температуры опустятся до 15-17 градусов. Ночные температуры будут ниже 10 градусов. Но, тем не менее, погода будет оставаться достаточно комфортной буквально до конца месяца. Но, во всяком случае, так обещают синоптики. Единственное, синоптики в последнее время очень часто ошибаются. Тем не менее, вот предстоящую неделю мы посвящаем работам на приусадебном участке. Мы заканчиваем уборку урожая. Мы готовим посадочные места для высадки саженцев, плодовых, ягодных, декоративных культур. Мы готовим сад к зиме. Что значит «готовим к зиме»? Ну, во-первых, вот именно сейчас нужно очень чётко помнить, началась миграция мышей. Вот из посадок, с полей они начинают уходить, они начинают искать укрытие на зиму. Вот нужно сделать так, чтобы за участки они не зацепились, чтобы на участках там растительных остатков, там гнилых помидор, там какой-то гнилой тыквы, там корочек хлеба, чтобы вот ничего этого не было, чтобы мыши прошли мимо вашего участка, ушли к тем, у кого на участке, извините, бардак. Ну и, конечно же, мы убираем все места, где могут там спрятаться мыши, где они могут устроиться на зиму, там под дрова мы уже сейчас можем, отравленные приманки подкинуть, расставить мышеловки. В общем-то, мышей на участке зимой быть не должно, к сожалению, мыши это очень серьёзная проблема, 2-3 года вроде ничего, потом они могут нанести такой сильный урон саду, что просто вот диву даёшься. Так, с мышами более-менее разобрались, давайте с подготовкой к зиме декоративных культур. В принципе, уже можно начать потихонечку пригибать теплолюбивые культуры, ну, допустим, ту же форзицию. Форзиция у нас нормально может перезимовать только под снегом. Если вы форзицию попробуете уложить на землю где-то в конце октября, в ноябре, значительную часть побегов у форзиции вы поломаете. Ну, а если вы начнёте пригибать форзицию сейчас, то побеги ещё достаточно гибкие, они травянистые, и сделать это будет достаточно легко, не повредив крупные ветви. Ну, то же самое можно сказать о тех же розах канадских. На них цветение вроде бы ещё продолжается, но уже такое затухание очевидно. И если сейчас мы начнём потихонечку пригибать канадские розы на зиму, то где-то в октябре, когда нужно будет их окончательно вот пригнуть к земле как можно ниже, сделать это будет значительно легче. Ну, и если у вас на участке растёт малина обыкновенная, вот не такая вот ремонтантная, как у меня вот здесь, а обыкновенная, которая плодоносит на двухлетних побегах, помните, что большинство крупноплодных сортов имеют зимостойкость 32-35 градусов, и этого недостаточно для нормальной зимовки на Южном Урале. Нормально, такие малины крупноплодные зимуют у нас только пригнутые и укрытые снегом. Ну, а для того, чтобы их пригнуть, вот пригибать побеги малины, нужно начинать сейчас. Вот многие это делают опять же в октябре. Побеги уже вызревшие, одревесневшие. Начинаем пригибать, и большинство побегов у нас просто сломается. Итак, вот занимаемся, собственно, сейчас вот такими вот работами, такое предукрытие. Ну, и на розах, допустим, на тех же неканадских, если это роза там флорибунда, если это там чайно-гибридная там роза, то на них сейчас мы также проводим ряд операций. Всё, нужно уже понять, что лето закончилось. То есть, даже если роза пытается зацвести, вот эти вот бутончики, на ней желательно удалить. Тогда питательные вещества, они начнут поступать не на формирование бутона, они будут поступать на формирование древесины окончательное, на формирование почек, на их вызревание. И если мы сейчас удалим бутоны, вот на таких теплолюбивых розах, это положительно скажется на перезимовке растения. Ну, и дополнительно можно какие работы сделать? Сейчас следует помнить, что розе нужно достаточно много влаги. Вот если роза сейчас попадёт под сильную засуху, наступит иссушение клеток, и роза, опять же, зимовать будет плохо, вот такая вот пересушенная. Ну, и ещё одну, наверное, операцию, которую сейчас можно провести на розе, это в нижней части побегов удалить листики. Просто их или ошмыговать, или срезать, оставить небольшой пенёчек. Как только мы удаляем лист, почка, которая находится в пазухе этого листа, она получает больше питания, она начинает интенсивно вызревать, готовиться к зиме. Вот такой вот простой приём удаления листьев в нижней части побегов розы, опять же, очень хорошо сказывается на перезимовке растения. Ну, вообще, перезимовка и вот укрытие, когда мы говорим, здесь нужно помнить, что какая бы культура ни была, вот мгновенно, значит, подготовить её к зиме и, значит, там укрыть мгновенно, в общем-то, не получается. Вот та же роза, если мы говорим о её укрытии на зиму, значит, она нуждается в постепенном укрытии. Вот сейчас мы там проводим операцию, удалили бутоны, удалили нижние листья, потом мы немножечко розу подокучим, просто землёй можно сделать это перегнойчиком, потом мы поставим лёгкое укрытие, добьёмся того, чтобы под розой почва начала промерзать, потому что если мы проведём укрытие слишком рано и почва будет не промёрзшая, это может привести к подопреванию, защитили от морозов, но, значит, погубили розу вот, собственно, таким образом, значит, добились, чтобы под вот этим вот лёгким укрытием началось промерзание почвы и только потом уже где-то в ноябре мы окончательно завершим укрытие, мы, значит, там набросим полиэтиленчик, там, если нужно, ботву и так далее. Но эту работу, ещё раз я хочу сказать, её нельзя будет провести там в октябре, в ноябре, эту работу нужно начинать проводить уже сегодня. Ну, я говорил, значит, мы сейчас на приусадебном участке готовимся к посадке плодовых ягодных культур, ну, если это саженцы с закрытой корневой системой в контейнере, то мы их могли высаживать, в принципе, там и даже в середине лета, и в начале осени, ну, а с открытой корневой системой, скажем так, традиционные саженцы, той же смородины, яблони, груши, вишни, сливы, крыжовника, их всё же высаживают у нас в конце сентября, в начале октября. Здесь очень важно правильно выбрать время посадки. Если мы будем пользоваться слишком ранней посадкой, то мы, как правило, нарвёмся на недостаточно подготовленный материал. Саженцы будут ещё с невызревшими почками, с невызревшей древесиной, мы их высаживаем, даже если организуем хороший уход при тёплой погоде, они могут не только укорениться, они могут тронуться в рост, и зимой очень сильно пострадать. Если мы высадим саженцы слишком поздно, они не успеют укорениться, влаги в тканях будет мало, может наступить такое явление, как зимнее иссушение. Зимнее иссушение почек, коры, древесины – это также крайне отрицательно сказывается на перезимовке. Поэтому выбирают вот как раз такой средний срок, ну, эти средние сроки на Южном Урале, где-то так, наверное, с 20-х чисел сентября, ну, наверное, где-то до середины октября. Вот если в эти сроки вы высаживаете саженец, он успевает укорениться, растение пополняет запасы влаги, и вот такое укоренившееся растение с нормально обводнёнными клетками и уходит в зиму, весной оно очень быстро трогается в рост. Ну, и помним, что когда мы проводим посадку саженцев, особенно с открытой корневой системой, то в отношении саженцев мы применяем различные стратегии. Допустим, тот же крыжовник, ту же красную, белую, чёрную смородину мы высаживаем обязательно с заглублением, чтобы хотя бы там 3-5 почек на побеге оказались под землёй. И в последующем из этих почек будут формироваться побеги замещения, и это будет поддерживать куст длительное время в продуктивном состоянии и позволит получить вот такой вот пышный куст, а не такое хлипенькое деревце. Ну, а такие культуры, как облепиха, жимолась, яблоня, груша, мы их высаживаем на ту же глубину, на которой они росли в питомнике. Ну, можно чуть-чуть заглубить буквально этот саженец, когда земля осядет, вот эти вот там несколько сантиметров, 2-3 сантиметра, они будут выбраны, и саженец окажется в вашем саду на том же уровне, как он рос в питомнике. Потому что заглубленные саженцы, допустим, той же яблони и груши, они очень плохо приживаются, и в последующем дерево развивается достаточно плохо. Ну, и, конечно же, вопрос вопросов при посадке любого дерева, кустарника – это сорт. Ну, и в садовом центре Виктория вы можете приобрести самые разнообразные сорта плодовых, ягодных, декоративных культур, и там же вы можете приобрести сорта вашего покорного слуги. Ну, в частности, в садовом центре Виктория вы можете приобрести саженцы смородины. Моей селекции – это два сорта. Это сорт Сенегория и мой новый сорт Таганай. Ну, сорт Сенегория многие садоводы уже выращивали. Он очень крупноплодный, с ягодами 5-6 граммов. Это, в общем-то, ягода такой средней вишни. Причем вот на Сенегории эти ягоды вот стабильно крупноплодные. Есть ряд сортов, ну, допустим, та же ядреная. На ней ягоды, наверное, не мельче, чем на Сенегории, но этих ягод на весь куст там буквально горско. Остальные ягоды там 2-3 грамма. На Сенегории ягоды 5-6 граммов, но меньше ягоды 3-х граммов вы найти вообще не можете. Основная масса это 4-5 граммов. Это исключительная крупноплодность, это исключительная урожайность. Ну, и мой новый сорт, он впервые в продаже. Это сорт Таганай. Смородина чрезвычайно позднего срока созревания и с какими-то невероятными вкусовыми качествами. Она вот действительно сладкая. У нее потрясающий аромат. Она накапливает огромное количество пектиновых веществ. Поэтому в переработке вот эту смородину мы баночку так засахарили, перевернули, а варенье из нее не вытекает, насколько оно густое, насколько оно ароматное. Ну, и вот оба эти сорта в садовом центре Виктория и черная смородина Сенегория и Таганай, я скажу, что они выращены под авторским контролем. То есть вот я контролировал там и сортность, и болезни, чтобы там вдруг не появились на этих сортах. То есть вот за эти два сорта я, скажем так, несу личную ответственность. Ну и предлагаю обратить внимание на черную смородину с таким очень интересным названием «Валет». Потрясающая смородина, смородина уральских селекционеров. Она выведена в Екатеринбурге. Длинная кисть, такая вытянутая ягода. Исключительно такой сухой отрыв, дружное созревание. Шедевральный сорт, сорт «Валет» вы также можете приобрести в садовом центре Виктория. Ну и там же вы можете приобрести прекрасные жимолости. Ну, селекцией жимолости я пробовал заниматься, у меня ничего такого путного не получилось. Но в садовом центре Виктория вы можете приобрести две прекрасных жимолости. Я считаю, что это два лучших российских сорта. Это стрижевчанка и сельгинка. Крупные, вкусные, урожайные. Ну, в общем-то, это самые, что ни на есть, сорта шедевра. Еще раз напоминаю, очень даже рекомендую в садовом центре Виктория приобрести две жимолости российской селекции – стрижевчанка и сельгинка. Ну и там же в садовом центре Виктория вы можете приобрести вот эту вот шедевральную малину, которая называется «Васена». Вот, собственно, именно эта васена, она имеет золотую медаль цветочной выставки. Насколько она красивая, что ее даже вот на цветочной выставке оценили как вот достойную такой высокой награды. Эта малина интересна тем, что она, будучи ремонтантной малиной, имеет вкусовые качества. Вот летней малины, которая созревает в середине лета, вот на этом солнышке, на этом тепле, она ароматная. Вот многие сорта ремонтантной малины, они, к сожалению, страдают тем, что вот на недостатке солнца, на недостатке тепла у них резко ухудшаются вкусовые качества. Вот этим недостатком малина «Васена» не обладает, она остается вкусной буквально до снега. Ну, к тому же она очень урожайная, она рослая, она с очень мощными побегами. Да, созревает она в не очень ранние сроки, в этом году у нас лето было прохладное, поэтому вот только пик созревания малины «Васена» наступил. Но, вы знаете, у нас на, скажем так, обыкновенной малине многие садоводы получают грамм 100 ягод с квадратного метра. Даже если на этой малине значительная часть урожая уйдет под снег, все равно на этой малине с квадратного метра 2-3 килограмма вы получаете легко. 2-3 килограмма, ну и посмотрите, какого качества, какого качества ягода. Она плотная, она ароматная, она вкусная. Это просто самое настоящее чудо. Еще раз напоминаю, вот эти вот малины, эти смородины, жимолости, они выращены, собственно, под моим контролем. Вот за эти, за этот посадочный материал, я еще раз говорю, я несу личную ответственность приобрести этот посадочный материал. Вы можете на торговых точках садового центра «Виктория». Так, ну давайте немножечко поговорим о том, что у меня вот еще здесь на столе лежит. Вот что это такое, вы знаете, а? Ну вот проверьте свою эрдицию. Так, вот совершенно правы были те, кто сказал, что это, это, это мораль и корень. Все правильно, это мораль и корень. Посмотрите, какое шикарное растение мораль его корня мне удалось вырастить на своем участке. Вот этому мораль ему корню ему 3 года. И вот именно в возрасте 3-4 года мораль и корень содержит максимальное количество полезных веществ. Вообще мораль и корень – это потрясающее лекарственное, тонизирующее растение. Ну почему он мораль и корень? Вообще это растение еще называют левзеей софлора лисной. Ну а мораль и корень, потому что там, где это растение растет в диком виде, на Алтае, в горах Средней Азии, моралы, это вот эти вот самые олени, которые благородные, они выкапывают копытами корневища этого растения и в большом количестве их поедают. Ну и поэтому они такие сильные, поэтому они такие вот красивые. Ну на самом деле мораль и корень используются в народной медицине уже не одну тысячу лет. И современная медицина подтвердила, что по многим характеристикам мораль и корень превосходят даже такие, ну скажем так, шедевры лекарственного мира, как женьшень, как элеотирококк, очень сильное тонизирующее действие на организм, поднимает иммунитет, поднимает физические силы, позитивно влияет на кровотворную способность. Практически все органы человека, вот если он употребляет мораль и корень, они очень хорошо, очень хорошо стимулируются. Кстати, вот про это растение есть один очень интересный факт. Когда в конце 70-х годов прошлого века было ясно, что Москва станет столицей Олимпиады, в 1980 году было несколько заседаний правительства, политбюро, и на них было принято решение, Советский Союз должен удивить мир своим образом жизни. Ну и в частности, вот в этот образ жизни, значит, закладывались различные тонизирующие напитки. Было принято решение удивить мир российскими тонизирующими напитками, поставить что-то против пепси-колы, кока-колы. Началась интенсивная работа по поиску сырья, из которого можно изготовить эти напитки. Было разработано несколько рецептур, были рецептуры на основе элеотерокока, были рецептуры на основе радиолы розовой, хвои, кедра. Но вот наиболее такая удачная рецептура была разработана на основе моральевого корня. Ну и многие знают, что вот сейчас напитки там Байкал, в Байкале немножечко, но особенно в напитке саяны основное сырье, это как раз моралий корень. Ну, вырастить моралий корень на приусадебном участке, в общем-то, несложно. Размножается он либо семенами, либо вот этими вот небольшими почками с зачатками корней. Мы их отделяем, высаживаем на новое место. Единственное следует помнить, что моралий корень – это очень крупное растение. Это вот корень у него такой вот некрупный, а вот у этого растения побеги были выше полутора метров. Цветочки вообще поднимались до двух метров. Ну и в диаметре это растение было где-то в районе метра. Вот это нужно учитывать. Следует учитывать, что моралий корень хорошо растет и накапливает много полезных веществ только на солнышке, поэтому солнечное место. Ну, к почвам, в общем-то, не очень требователен. В природе растет вообще на каменистых там склонах, где о почве там говорить даже не приходится. Но если вы внесете там перегнойчик, там хорошо разложившиеся органические удобрения, минералочку внесете, все будет, конечно же, значительно-значительно интереснее. То есть растение получите более яркое. Ну и следует помнить, вот я говорил, что с лекарственными целями моралий корень выкапывают в возрасте 3-4 года, но вообще моралий корень на участке может расти на одном месте, одно растение. Вы только вдумайтесь, до 50-70 лет в природе находили экземпляры, которым больше 100 лет. Я, ну, 100-летних не видел экземпляров, но 20-летние в Горно-Алтайске видел. Ну, диаметр этого вот корневища вот примерно как этот столб. То есть вообще растение просто гигантское. Если вы заготавливаете это растение в медицинских целях, вы выращиваете в медицинских целях, естественно, ни о каких гербицидах, там, пестицидах речи быть не может при выращивании этого растения. Но оно, в общем-то, и особенно так не болеет, вредителями не повреждается. Ну, и выкапывают это растение с лекарственными целями. Вот сейчас, когда заканчивается вегетация, вот идет отмирание надземной части, идет отмирание листьев, стеблей, выкапывают. Ну, и вот эти вот корневища, это фактически уже корневища, и корни, собственно, являются лекарственным сырьем. Их высушивают, значит, готовят настойки, спиртовые готовят, водные отвары готовят. Ну, дальше вы можете с интернетом, с медициной проконсультироваться, ну, и решить, нужно вам использовать это растение в лекарственных целях, или пусть растет просто как декоративное растение. Ну, в общем, вот такое вот интересное растение у меня на участке растет. Кстати, я говорил, можно размножать вот такими вот небольшими почечками боковыми, но можно размножать и семенами. Я размножаю в основном семенами, но здесь следует помнить, чтобы получить семена на участке, нужно иметь минимум два растения, выращенных до этого из семян, потому что растение не самоплодно своей пыльцой не опыляется. И когда вы получите семена, помните, что эти семена для прорастания нуждаются в стратификации. Вы их высеваете либо не позднее 15-20 сентября, либо проводите искусственную стратификацию, смешиваете с песочком, смешиваете с торфом, чуть-чуть увлажняете и держите в холодильнике 40-50 дней, весной высаживаете на постоянное место. Кстати, лучше высаживать именно на постоянное место, потому что пересадку это растение не очень-то и любит. Ну и у меня есть, в общем-то, совсем немного времени для того, чтобы вспомнить вот какие важные моменты. Компания Organic Mix продолжает интенсивно разрабатывать новые препараты. Ну и в частности, вот в наш город поступили такие препараты, как Шеф Компост, Структурин, поступил вот этот вот чудесный препарат Антизима, поступил препарат Детокс. Вот о всех этих препаратах я буду подробно рассказывать в ближайших передачах. Зелёный остров. Ну, а сейчас я просто хотел бы остановиться вот на этом препарате. Шеф Компост – потрясающий препарат, очень интересный набор микроорганизмов содержится в этом препарате. Энзимы содержатся, вещества, которые очень интенсивно расщепляют белки, вот все растительные остатки разлагают. Вот с помощью этого препарата, с помощью препарата Шеф Компост, мы можем получить качественный компост, вы подумайте, за 30 дней, в общем-то, даже если сейчас вы начнёте пользоваться этим препаратом, сейчас тем более этим препаратом пользоваться интересно, у нас очень много растительных остатков, там ботва картофеля, ботва помидора, огурцов там и так далее, и так далее, и так далее. Скоро у нас появятся там опавшие листья, вот всё это компостируем, компостируем с помощью вот этого препарата. И уже в этом году, не на следующий, а уже в этом году получаем Супер Компост. Очень быстро, очень качественно, вы знаете, пользовался вот этим вот препаратом, даже веточки, вот, ну скажем там, зелёные малины ремонтантной, даже эти веточки вот этому препарату по плечу переработать в компост. Ну а приобрести вы можете в нашем городе этот препарат на торговых точках садового центра Виктория, Зелёный остров, на автомобилистов 16, и в Уральском регионе работает интернет-магазин, очень такие привлекательные цены, полный ассортимент продукции компании Organic Mix, адрес интернет-магазина вы видите на своих экранах. Ну, в общем-то, время передачи подходит к завершению, у меня остались ещё несколько вопросов, вы знаете, я, наверное, на один всё же отвечу, вот тут садоводы спорят, вот сидераты, когда мы порубили, мы сразу заделываем в почву или чуть-чуть попозже? Нет, я всё же придерживаюсь мнения, что сидераты, ту же горчицу, редьку масличную, мы порубили, обязательно подвялили, и пусть она полежит на поверхности почвы, потому что именно вот там, где соприкасаются вот эти вот порубленные части растений, измельчённые с почвой, вот именно там наиболее интенсивно работают бактерии, грибы, которые перерабатывают вот эту вот органику и превращают её вот в самую ценную часть почвы, они превращают её в гумус. Ну, здесь у меня есть вопросы и по элиситерам, я, значит, в прошлой передаче эту тему поднимал, здесь есть вопрос по дезинфекции теплиц, но время ещё раз, время передачи подошло к завершению, мне лишь остаётся поблагодарить вас за внимание, пригласить на просмотр передачи, которая выйдет в эфир ровно через неделю, наслаждаемся погодой, всего доброго, до свидания! Распродажа в Садовом центре «Виктория» скидки до 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают вас! Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok